Когда ты родился, ты плакал, а мир улыбался. Так проживи жизнь так, чтобы когда ты умирал, ты улыбался, а мир плакал. Привет, меня зовут Даша, мне пришла посылка из интернет-магазина Алисан. И, как всегда, я получила косметику фирмы преимущественно Essence. Первое, что я тебе покажу, это матирующие салфетки для лица. И не заменимые как летом, так и в любое другое время года. Внутри коробочки, вот такой вот пакетик, который наполнен по сути просто очень и очень тонкой бумагой, которая выглядит таким образом. И когда коза нуждается в припудривании, она, ей просто промакивается нужный участок кожи. И таким, и весь, я прошу прощения за термин жир, который скопился на коже, он остается на бумаге. То есть видишь, да, что он остался здесь. При этом лицо выглядит теперь так, будто оно припудрено. То есть, повторюсь, незаменимая вещь летом. Также, также я заказала магнитную ручку. Выглядит она вот так. Она на ее кончике вот такой вот стержень. Если ты не знаешь, что такое магнитный лак, я тебе поясню. То есть, по сути, ты наносишь специальный лак со специальными частичками магнитный лак на ноготь ровным слоем. Лак обычно прилагается магнит с рисунком уже пока лак не высох. Магнитик прикладывается к ногтю очень и очень близко, но при этом не соприкасаясь с ним. Таким образом, он держится несколько секунд. Ну, я обычно держу 3-5 секунд над ним. И рисунок пропечатывается. Рисунок, как правило, пропечатывается буквально на один оттенок темнее, чем сам лак. Назначение ручки таково, что, как правило, такие вот мои книги, которые я тебе сейчас показала, они ограничиваются определенным рисунком, а такой ручкой по задумке можно делать любой рисунок, который тебе заблагорассудится, и при этом не надо иметь в арсенале множество магнитиков с самыми разными рисунками. Но я бы не советовала, на самом деле, брать эту ручку. Почему? Потому что лак высыхает достаточно быстро, и так как ручку нужно держать все равно так же над поверхностью ногтя, то ты просто не успеешь нарисовать что-то изящное и красивое, и на самом деле лучше все-таки пользоваться магнитиками. Так я считаю. Поэтому для меня вот эта сейчас ручка, она просто немножечко бесполезна. У меня руки косолапые, может у меня просто руки не оттуда растут, но на самом деле я бы правда не советовала брать. Также заказала вот такой карандаш. Он двухсторонний. С одной стороны обычный карандаш для глаз. Выглядит вот таким вот образом, такой темно-зеленоватый оттенок. А с другой стороны, собственно, то, ради чего я его и заказывала. Это хайлайтер. На коже он выглядит вот таким образом, растушевывается, и таким образом коже придается сияние. Хайлайтером я довольна, карандашом не очень. Дело в том, что, обрати внимание, очень толстый стержень, скажем так. Как вы еще можете сказать? Очень толстый карандаш. Таким образом, стандартная точилка для него будет слишком мала, его точить неудобно. Поэтому именно как карандаш я бы его не советовала. А вот хайлайтер неплохой. Далее, я заказала вот таких два кракинг лака в белом и розовом оттенках. Если не знаешь, кракинг лаки это топовое такое покрытие, которым поверх какого-то базового цвета наносится. И таким образом создается эффект потрескавшегося лака, вот как у меня сейчас на руках. Это, кстати, вот розовый лак. У меня тот, который в белом оттенке, это номер седьмой. Тот, что розовый, это в восьмом оттенке. Как и магнитная ручка фирмы Essence. И последнее, что я тебе покажу, это вот такой блеск для губ. Фирма Essence, коллекция Oz. То есть, вот так вот это дело выглядит таким образом. На самом деле, это только название блеск для губ. Выглядит как помада. Такая вот. На сайте, у меня в красном цвете, на сайте есть еще в розовом оттенке. Пахнет земельника очень вкусно. Это блеск для губ, подстраивающийся под цветы собственных губ. То есть, это как твои губы, только лучше будут смотреться. Он у меня сейчас на губах. И в один из слоев это будет выглядеть бледно. Чем больше слоев наносишь, тем интенсивнее оттенок. Теперь, когда я тебе рассказала о сути этого блеска, ты, конечно, можешь вспомнить помаду производства фирмы Catrice. Вот такую, которую я уже много-много раз очень уже хвалила в своих видео. Которая тоже адаптируется под цвет твоих собственных губ. Которая тоже очень вкусно пахнет. Но на самом деле есть отличия. Блеск для губ это просто средство, которое постарается под цвет твоих собственных губ. И на разных губах он будет смотреться по-разному. Я проверяла, я ставлю эксперименты на живых людях. Помада от Catrice имеет еще и уходовый эффект. И он на губах смотрится интенсивнее и ярче. А на самом деле идея у этих двух средств одинаковая. Но они все-таки немножечко различаются. Также должна заметить, что вот эта помада, она все-таки сушит губы. И приходится сверху еще блеском подрачным для губ пользоваться, чтобы не было вот это ощущение сухости на губах. В то время как вот этот блеск от Essence, он не нуждается в такой подпитке. Он сам по себе подпитывает. Видишься на губах, как все обычные блески, часа два. Вот я заметила, что он визуально немножко придает объем губам. Хотя он не обладает этими свойствами. Когда, знаешь, обычные блески для объема, они вызывают пощипывание в губах. И обладают достаточно таким недолговременным эффектом. В то время как вот этот он просто чисто визуально делает губы как-то вот пухлее. На этом все. И я подведу единственные итоги. Средство, которое вызвало некое мое разочарование, недоумение по его поводу, это вот такая магнитная ручка от Essence, которую я нашла фактически бесполезной. А фаворит моей посылки, это, конечно, Близля Купут. Эссенс коллекция Озен. На этом я заканчиваю свое видео. Я желаю тебе успехов. Всегда смотри с оптимизмом свое будущее. Никогда, никогда не унывай. Счастливо. Здравствуйте. Здравствуйте.